Я купил немного оливкового масла, рассчитывая его продать в этом городе с выгодой и прибылью, но мне удалось войти в город только к вечеру. Не позволишь ли ты мне провести у тебя ночь, и не приютишь ли ты моих мулов? И Алибабад ответил согласен, и он кликнул своего раба Абдаллаха и велел ему ввести мулов подбор. И Абдаллах исполнил его приказ, а предводитель вошел следом за животными, чтобы снять с них ношу. И они с Абдаллахом сняли бурдюки с мулов и положили их в ряд у стены во дворе. А потом раб взял мулов, отвел их в стойло и подвязал им торбы с ячменем. Что же касается предводителя, то он решил ночевать во дворе возле своих бурдюков и не хотел войти в комнату, пусть бы опасаясь стеснить обитателей дома, а на самом деле ради того, чтобы легче достигнуть своей цели и получить возможность осуществить задуманный им обман. Но Алибаба не соглашался на это и заклинал предводителя войти в дом и настаивал до тех пор, пока не сгощил его силы и стал его угощать. Когда же пришло время ложиться спать, предводитель поднялся и вышел во двор, говоря, что хочет перед сном взглянуть на мулов. Но на самом деле для того, чтобы договориться с своими приспешниками, что делать дальше. Он подошел к первому из них, который, как мы говорили, сидел в первом бурдюке и сказал ему, понизив голос, «Когда я брошу из окна камешек, прорвите бурдюки кинжалами и присоединяйтесь ко мне». И то же самое он говорил второму голосу и третьему, пока не дошел до последнего из них. Алибаба же намеревался на рассвете того дня пойти в баню и поэтому наказал марджане приготовить необходимые полотенца и передать их Абдаллаху, а потом приготовить мясной отвар, который он выпьет, когда выйдет из бани. И он также велел ей оказывать почет гостю и послать ему мягкую постель и само ему прислуживать, выполняя долг.